Это фотографии малолетних узников в концлагере Аушвиц или по-другому Освенцима. Никому из них не удалось пережить заключение. С историями этих детей ученики 42-й школы познакомились в Кракове благодаря архивным документам Израильского мемориала. Фотографии отбирали для церемонии памяти жертв холохоста, которая прошла в этом городе. А сегодня их представили на вечере, также посвященными этой трагедии. Его провели в 42-й школе. Когда мы уже распечатали эти фотографии, девочки и мальчики подходили, узнавали детей, судьбой которых они занимались. И говорили, ой, это моя оруженочка, ой, а это моя милочка. То есть дети очень прониклись. На вечер пришли и те, чьи семьи затронул эта трагедия. Отец Ираиды Левиной, Ефим Литвиновский, был одним из участников восстания в лагере смерти Собибор. За годы войны это один из немногих таких успешных бунтов. Из тех, кто сбежал из лагеря, выжило лишь несколько десятков человек. Отец мало что говорил о лагере смерти. Эта тема для него была очень больная. Но мы просыпались порой ночью от страшных криков. Война присутствовала в жизни ночью. Освенцим был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. С тех пор каждый год в эту дату проходит Международный день памяти холохоста. Организаторы акции говорят, важно, чтобы дети знали и помнили эти события. Важно, чтобы эта история была честной, правдивой, и дети об этом помнили. Просвещенная Европа допустила такое. В этом катастрофа. Катастрофа человеческого гуманизма на тот момент. Поэтому сейчас очень важно показывать детям, которые видят уже в основном виртуальные какие-то образы, показывать настоящих детей, настоящая судьба, настоящий героизм. В нашей школе уделяется большое-большое внимание этой теме. Дети изучают, понимают. Причем мы их не заставляем. Они сами хотят узнать больше. Вечер стал одной из акций, которая проходит в Самаре в годовщину 75-летия Победы. Скоро здесь же пройдет семинар, также посвященный событиям, связанным с холохостом. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.